Семидесятые годы. Театральная площадь мало изменилось с тех пор. Правда, фонтан был попроще. А так все тоже. Но и тогда, и сейчас это было любимое место встречи всех поколений. Театральная площадь Мы ходим сюда, ищем наши окна на втором этаже. Ну вот, а слева школа 22-я. Мы с Леной тоже заканчивали эту школу. И отсюда вы уехали? Обе. Да, обе, да. Леночка уехала в Екатеринбург. Она вышла замуж и живет там с семьей сейчас. 30 лет назад она уехала. А я уехала 35 лет назад отсюда. Из этого дома. Ой, какая молодая. Боже мой. Ой, не могу сейчас заплачу. Вот у меня все есть эти фотографии. Я мечтала стать артисткой, как все девчонки. В тот момент на радио звучали всегда голоса великих артистов. Они читали самые разные произведения. Я хотела также читать. Я брала романы, книги, газеты и вслух читала своему коту. Ну, это было мое самое любимое состояние, когда я читаю. Ну, вот, а потом я закончила школу, поехала, как все, в Москву, в ГИТИС. Провалилась, вернулась. Осталось неудел. И надо было куда-то как-то пристраиваться, чем-то заниматься. Однажды Наташа узнала, что на радио объявлен конкурс. Ищут женщину-диктора. И она решила попробовать. Пришла на почту. Радио тогда было в здании почтамта. Ее записали на пленку и сказали, ждите ответа. Прошло недели две. И раздается звонок. И мне говорят, вы знаете, нужно подойти в комитет по телевидению и радиовещанию. Это на Карла Маркса. Вот, с вами будут беседовать. И выходит родин председатель Кировского комитета по телевидению и радиовещанию. Говорит, вы знаете, нам очень понравился ваш голос. Вы прекрасно звучите. Но я не могу вам доверить политическую информацию читать. Это прямой эфир у нас. Вы понимаете, это очень ответственно. Вот. Ну, не знаю, что с вами делать. Но давайте все-таки еще раз мы вас запишем на пленку и мы подумаем. Вот. Записали второй раз. Еще со мной он раз побеседовал. А я, ну, буквально в школьном платьице. Ну, совсем девчоночка. Он говорит, ну, вы как вообще, ответственный человек? Я говорю, я очень ответственный человек. Вот. Ну, тогда давайте попробуем. Здравствуйте. Здравствуйте. О, знакомые лица. Так, подождите. А, это еще? Так, радио. Радио. Это Александра Семеновна Филимонова. Да, она меня понимала. Это Коля Хорешко. Да. Так. Первым учителем Наташи стал артист драматического театра Рим Аюпов. В тот момент он тоже работал на радио. Для профессиональной учебы на местные студии приглашали ведущих специалистов из Москвы. В Киров приехала диктор всесоюзного радио Людмила Михайловна Кайгородова. И она мне сказала, а почему вы такая молодая, у вас же все впереди. Почему вы не попробовались бы на телевидении? Ну, я вижу, что ваше место там. Я говорю, ну что вы, Людмила Михайловна, ну, я так люблю радио, я уже привыкла, у меня уже какой-то опыт набирается, я так люблю все это читать. Микрофон для меня это все, это моя, ну, вот это все мое, а там все, я не понимаю, как работать надо на телевидении. И я боюсь, потому что там такие известные уже в то время дикторы работали на Кировском телевидении, и меня не возьмут. Она говорит, ну, вы все-таки попробуйте. И вот это был толчок. Из телецентра, созданного группой энтузиастов, в 60-е годы Кировское телевидение постепенно превращалось в профессиональную студию. Дело было новое и очень интересное. В маленьком павильоне ставились полнометражные телеспектакли, транслировались концерты, был даже телевизионный театр кукол. Особое место занимали информация и пропаганда. Для молодежи участие в этой работе стало уникальной профессиональной школой на всю жизнь. Вот так я оказалась здесь. Простилась с радио и перешла на телевидение. Это все было для меня совершенно новое, интересно. Микрофон, первая камера, фотографию. На 30-й розыгрыш приза приехали первые победители. Олег Гончаренко, Татьяна Карелина, трижды чемпионка мира, наша землячка Мария Исакова. Первая советская женщина, завоевавшая звание чемпионки мира. В тот момент на телевидении были дикторы профессиональные. Хорешка, Перечпи-дорога. С Федяковым работали, потому что я читала информацию, он читал спорт. И, кстати, очень многому он научил. Это очень полезное было для меня общение во всех смыслах. Это был интересный человек для меня, эта личность. Ну, много было ведущих в тот момент. Редакторы сами вели свои рубрики. И учиться было у кого. Это были корифеи. В тот момент это были люди, которых знал Киров, знала область. Они были весомы. Ну, и учиться было чем у них. Всем благодарна. Работа на телевидении требовала все больших знаний. И Наташа поступает в МГУ на факультет журналистики. К блестящему списку ее учителей добавляются Самарий Зеликин, Георгий Кузнецов, Сергей Муратов. Люди, с чьими именами навсегда связана история российского телевидения. В апреле 70-го Брежнев назначает руководителем телевидения Советского Союза Сергея Георгиевича Лапина, члена ЦК КПСС, героя социалистического труда, опытного дипломата, журналиста и политика. При нем вводится в строй телевизионный комплекс Останкино, открываются каналы «Восток», «Орбита» и в связи с этим расширяется дикторский отдел. На центральном телевидении постоянно проводятся семинары и конкурсы периферийных дикторов. На один из них направляют Наталью Фуфачеву, диктора Кировской студии телевидения. И когда закончился этот семинар дикторский, они нам всем предложили принять участие, кто у кого позволяет возможность, кто может, так сказать, переехать. Но они ничего не предоставляли там, ни прописки, ни... Ну, если ты сам как-то сможешь это себе обеспечить, то они готовы были принять. Я, когда вернулась, я просто советовалась с людьми и подумала, что, в принципе, я в тот момент была не замужем, у меня была возможность, у меня была комната в Кирове, и я могла поменять ее на Москву. То есть были какие-то предпосылки, которыми я просто воспользовалась. Вот. И приехала в Москву на конкурс. Я его прошла. Отборочная комиссия была очень солидная. Юрий Левитан, Ольга Высоцкая, Игорь Кириллов, Валентина Леонтьева, руководители главных редакций. Пройти через такое сито удалось немногим. Все они были приняты условно. Руководство хотело видеть их творческий рост, чтобы через год провести окончательный отбор. И Наташа, обаятельная, с красивым голосом и правильной речью, сразу привлекла к себе внимание. Подошло время второго тура. Вы знаете, я искренне верила всем людям, которые были вокруг меня, и которые мне очень всегда говорили в лицо хорошие вещи, говорили, что да, все хорошо, все замечательно, они восторгались. Я им верила искренне, потому что мы же вятские, мы же привыкли всем доверять. В этой Москве, наверное, не так все просто. Наверное, не надо было вот так, раскрыв рот, всем верить. Но случилось то, что я не прошла этот конкурс. Мне стыдно возвращаться в Киров, выгнанный через какое-то время. Люди меня все видели на экране, я уже работала и на первой программе. И в тот момент будильник вела, вдруг вот такой удар неожиданный. И я советовалась с людьми, я спрашивала, что мне делать в моей ситуации. Единственный человек, это Виктор Иванович Балашов, мне сказал, Наташа, никого не слушайте, идите к Лапину. Это единственный человек, который сможет вам помочь. Если да, то это только он сможет решить вашу судьбу. Никто вам не поможет. Я отважилась и пошла. Сергея Георгиевича Лапина многие олицетворяли только с цензурой, с безжалостным зажимом всего яркого, талантливого, творческого. И все же у Лапина был хороший вкус, и он умел оценить настоящий талант. Я записалась на прием, пришла, я готовилась, я продумала очень серьезно мотивацию, потому что, знаете, просто так прийти к министру. И просила совета. Я рассказала искренне ситуацию, что я из Кирова. Вот так все произошло. Ну вот, он говорит, он так слушает внимательно-внимательно и сразу перебивает, говорит, а что нужно для того, чтобы вы остались на телевидении? Я говорю, единица. В кадрах нам объяснили, нет единицы. Он снимает трубку телефонную и звонит Игорю Леонидовичу Кириллову. Говорит, а что там с Фуфачевой произошло? А что нужно сделать, чтобы она осталась? Говорит, ну вы понимаете, у нас нет единиц, у нас кадры дали только три единицы. Поэтому так произошло. Я вам даю две единицы. Вы меня поняли? Прошу оставить. Все. До свидания, говорит мне. Идите и спокойно работайте. Вот так я... Наташа начинала с будильника. Затем вела молодежные программы, Леся, песня. Потом ей стали доверять информацию, новости, утреннюю программу, время. Работать на информации было престижно, приятно, достойно. Мы выучивали тексты страницами. И нужно было в очень короткий срок запомнить текст. Ну, если где-то отступишь чуть-чуть, это еще не страшно. Но в принципе мы не должны были менять слова автора, редактора. Мы же исполнители. Поэтому мы учили наизусть. И в тот момент у всех была просто потрясающая память. Я себя так натренировала, что я за несколько минут могла 2-3 страницы выучить текста. И выходить в эфир. В дикторском отделе стояли мониторы. Записывались все передачи на всех каналах. И когда диктор совершал какую-то ошибку, это сразу фиксировалось. И если в следующий раз ошибка повторялась, наказывали рублем. Лапин говорил. Диктор должен быть скромным. Если читаешь новости, снимай с себя все украшения. Никаких вычурных причесок. Читать нужно не торопясь. Правильно. Диктор должен доносить смысл текста, а не показывать себя. После того, как я осталась в дикторском отделе, конечно, было все неоднозначно. Потому что, ну, может быть, кто-то и хотел, чтобы я не осталась. И они не могли этого простить, что я переступила через головы каких-то начальников. И пошла туда, куда не все могли войти. И от этого, ну, мне было труднее. Потому что плюс к тому, что я была еще с периферии. А вы знаете отношение москвичей к тем, кто пришел к ним и встал в затылок? А ты с периферии. Это уже было просто, ну, клеймо на тебе. 19 лет работы на центральном телевидении принесли Наталье Фуфачевой признание и любовь миллионов телезрителей. Но она всегда вспоминала с благодарностью те первые шесть вязких лет, в которые из девочки-практикантки наша Наташа стала первоклассным диктором. У меня не было ощущения, что я должна быть звездой и все. Я просто хотела хорошо работать, быть достойной нашего вятского кировского телевидения. Я понимала, что я не должна вот это все уронить. Это меня держало в тот момент. Это-то и есть самый дом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. 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 Лена. Ой. Наташа. Я так рада тебя видеть. Господи, сколько мы с тобой не виделись. Я не могу больше. Натальяка. Натальяка, привет. О, золото моё. Я прям не могу, хорошо. Я думаю, что это просто... Игрушка попала в хорошие руки. Спасибо, спасибо, Леночка, спасибо. Ну, как вы тут рассказываете? Как живы, здоровы. Вот у нас гибридская сейчас. Да, всё было не так. Совсем, да. Смотрим французское телевидение по кабельному телевидению. Всё ждём, когда Наташа появится. Ты французское освоила? Говори. Ну, не в масштабах телевидения. Я пришла на телевидение, я вообще не умела читать. Я сейчас пишу эти самые тексты. У меня было такое ощущение. Спрашиваю Наташу, я говорю, Наташ, ну как ты это читаешь? Она с листа читала, и всё было чётко, ясно. Мы много брали с вас как пример Диктора, как пример профессионального отношения к своему делу. И я могу лично это подтвердить. У меня был опыт работы в молодости с Натальей и на радио, и на телевидении. И меня всегда поражало, как человек готовится к выходу. Вот сегодня, вот я этого не наблюдаю, чтобы она уделяла где-то буквально там 20, а может быть и 30 минут, чтобы размяться, чтобы произвести соответствующие там рычёвки, какой-то определённый там текст какой-то был, какие-то там пословицы и скороговорки. И уже всё, человек выходил абсолютно подготовленным и способным. Спокойным в этом плане. Для меня это тоже был большой ориентир. Давайте я вам не знаю, давайте о вас поговорим. Давайте о вашем телевидении. Я вспомню только один момент. Я вспомню, когда срочно приносили тексты и всё прочее, ты бежал на столик и говоришь, возьмём мастерство. А, это что? Я не могу, я не верю, что ты приносишь. Не верю своим глазам. Не верю. Понимаю. Конец 80-х. Перестройка. Ветер перемен захватил и центральное телевидение. Диктор, как чтец, как исполнитель, был востребован всё меньше и меньше. Кириллов Игорь Леонидович нас предупреждал на каждом собрании. На нас накатывается страшная волна. Нас разгонят, нас будут сокращать. Мы не нужны на телевидении. Конечно, они ходили по инстанциям и доказывали, что надо оставить, что это всё временно, что вот такое время кончится когда-то. И нельзя профессионалов, которые прослужили по 20 с лишним лет на телевидении, вот так выбрасывать, их нельзя, нужно что-то придумать. Говорилось об этом. А потом 91-й, потом 93-й. И вот после путчи 93-го дикторский отдел прекратил своё существование. Просто закрыли. Игорь Леонидович Но Наташа в это время была далеко. В 91-м году она с мужем покинула Москву. Игорь Александрович Шпынов, сотрудник МИДа, был направлен в командировку во Францию, и Наташа поехала за ним. Поэтому пришлось расстаться с телевидением. Хотя это было непросто, но в данном случае выбор был однозначен. Естественно, я поехала в Париж, живу там уже 11-й год. У нас третья командировка в Париж. Первое – посольство, советник мой муж. Второе – постпредство при ЮНЕСКО. И сейчас он представитель Розы Рубежцентра и директор Центра науки и культуры России в Париже. Валера, вперёд! Пожалуйста, проходите. Вуаля! Они поженились в 86-м. Он – молодой, талантливый дипломат. И она – ведущий диктор Центрального телевидения из первой десятки самых красивых женщин страны. Наташа обрела рядом надёжного, любящего, доброго и умного человека. А для Игоря среди европейских просторов открылся мир маленькой, доброй вятки, которая и для него стала родной. Каждый раз его в первый раз вижу Рассекает вне душу этот ласковый блеск, словно нож Когда в бархатном ласкане ночного Парижа Засверкает хрустальная эфильная брошь Профессия, конечно, она всегда осталась со мной. И мне пришлось там проводить какие-то концерты в посольстве. И мне представился случай провести телемост. Потому что в Париже проходила международная выставка языков. Эксполанг называется. И Россия была почётным гостем. На эксполанге был наш земляк Савиных Виктор Петрович. Но я вела всю часть техническую. То есть мне нужно было всех представить. Я была на связи с МКС. У меня в одном ухе МКС, в другом ухе космонавты на корабле. Сценарий я полностью написала сама. Я просто спасала своего мужа. Мне нужно было ему помочь. Когда он увидел, что некому профессионально это сделать, он обратился ко мне. И я не могла не сделать этого. Просто надо. Я понимала, что я могу спасти эту ситуацию. И я это сделала. Родина, конечно, тянет. Я не могу без Киры. Я каждый год стараюсь здесь бывать. Обязательно по всем улочкам пройдусь. Посмотрю, как всё изменилось. Здесь могилы близких. Стараюсь бывать каждый год. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok